сегодня будем готовить мясо достал контейнер из холодильника простоял там две недели температуру продукта такая спинные вырезки филейная часть внутренние две вырезки и две длинные мышцы наружные замачиваю их смешанным посолом делал инъекцию внутрь и также в мокром посоле инъекцию делал специальным шприцом сейчас его покажу такой шприц комплекте идет три иглы пользовался я одной ну вот с двумя дырочками конец запаяни специально для того чтобы сделать подать раствор по посолу я использовал трехпроцентный рассол у меня здесь мясо вышло где-то 6 целых девять десятых килограмм но почти 7 на это я потратил 38 грамм нитритной соли и использовал 200 миллилитров воды и также добавил немного сахара там около пяти грамм после этого я после инъекций я сделал натирание сухое натирание с использованием также соли перца и использовал чеснок у меня сухого чеснока не было я просто мелко нарезал ножиком и дальше все это залил рассолом где ну где-то здесь у меня три с половиной литра воды и ушло около пятидесяти грамм нитритной соли и пятидесяти грамм обычной поваренной соли вот прошло две недели сейчас первым этапом у меня с этим мясом я буду его промывать вот соли от специй для того чтобы как бы снизить соль видео буду снимать с постоянным прерыванием так что что получится пока не знаю кому интересно оставайтесь такие вот два кусочка это внутренняя вырезка и такие вот две спинные мышцы замачивая их цельные потому что пока еще не мог определиться с размером мясо сейчас буду нарезать по кусками по 30 сантиметров размер будет примерно как у этого куска все какие мелкие обрезки все это будут складывать вот такой рукав специально для запекания и но мясо будет ужимать и примет более цилиндрическую форму чем-то похожи на колбасу специально используется для цельном мышечных таких вот деликатесов куске буду заряжать с использованием такой трубы и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот таких 8 кусочков у нас получилось. 7 цельные и 8 вот такой орешек из кусочков. Посмотрим, как он потом будет выглядеть после готовки. Следующим этапом у нас будет прогрев и обсушка. Прогрев он как бы уже начал происходить в процессе моей работы. И следующая будет обсушка. Будем выполнять это в конвекционной печи. Я все это делаю в условиях квартиры. Так, для обсушки буду использовать печку с конвекцией. Здесь два тена и вентилятор. Температура первоначально выставляю верхнего и нижнего тена по 60 градусов. Буду использовать щупы. Два щупа. Один щуп внутри печи, второй внутри мяса. И по нему буду контролировать, пока температура внутри мяса не дойдет до 40-42 градусов. И это будет у нас процесс обсушки. Продолжение следует... Так, по подготовке, по обсушке. Сейчас выбрал четыре куска из во сне. Те, которые образовали небольшую корочку и на ощупь стали сухие. Те четыре влажные, прямо на руках влага остается. Духовку сейчас открывал. То есть, вот сейчас второй щуп стоит в мясе, первый стоит просто на полке. Первая показывает 40 градусов из-за того, что я открывал. А температура внутри мяса 42 градуса. То есть, ее повышать на этой стадии не буду, а обсушку продолжу. Что неудобно в этой печке, это то, что... Решетка одна. Пробовал выкладывать мясо на противень. То есть, этот противень только для того, чтобы капалось мясо, нужна вторая решетка. Ее в комплекте нет, нужно будет докупить. И обсушка второго ряда происходила плохо. Сейчас полка освободилась, я на нее все выставил. Так, по печке еще, что интересно. У нее есть такая функция, если нажать на две кнопки, то она должна показать температуру внутри печки. Вот, выпали цифры 51 градус. Но, по факту, в печке сейчас 41 градус. То есть, ошибка идет на 10-20 градусов где-то. И поэтому, вот, щуп, установленный на полке, он намного точнее. Я его перепроверял выносным таким щупом. То есть, разница в один градус. Как бы, работают они четко. Также у него есть выход по блютузу на телефон. И на телефоне он строит график и показывает, как температура менялась. Как бы, щуп удобен. Сейчас я перехожу к копчению на газовой плите. Вот этих вот четырех кусочков. Коптить буду недолго. Насыпал ольховую щепу. Здесь буквально горсть. Чисто ради аромата отдать мясо дыму. Процесс по копчению начался. Так, закончился у меня процесс копчения. Мясо я вытащил. На дне вот столько жидкости. Это идут потери веса мяса. Так, цвет вот такой получился. Температура внутри мяса в момент вытаскивания была в районе 60 градусов. В коптильне я держал температуру 85 градусов. Этот вот у нас орешек из него течет. Так, а вторую партию я уже положил опять в печку. По температурам выставил. 62 градуса у нас сейчас идет нагрев. То есть в печке температура в данный момент 83 градуса. А в мясе процесс 62 градуса. Когда я мясо положил, температура была внутри куска 57 градусов. Налил сюда где-то стакан-полтора горячей воды на нижний противень. Так, посмотрю как получится. А эту партию я запущу сувид на 75 градусов. Так, пойду его достану. Так, запустил эту партию сувидом. Уже процесс по воде видно. Вентилятор работает. Насосный вентилятор. Так, температуру выставил 75 градусов на 2 часа. Вот видно уставку 75 градусов. И время 2 часа. Сейчас вот мгновенная температура 52, почти уже 53 градуса. Так, здесь процесс запущен. Процесс, который идет в печке. То есть температура 84. И температура в мясе стала 65 градусов. Хочу догнать до 70. Процесс идет как бы, не знаю сколько еще времени нужно будет. Сейчас полчаса видно будет. Очень удобно работать с щупом. Я установил всего 2 щупа. А вообще у него 4 выхода. То есть можно еще 2 щупа добавить для того, когда обрабатываешь разные мяса. То есть там курицу, не курицу. Когда при разных температурах можно будет вытащить. Так, еще удобно. То есть с этим щупом работается полностью с приложением, которое к нему идет. В приложении выставляется уставка. То есть вот это, допустим, температура внутри печи. То есть уставка выставлена на 86 градусов. Если температура начнет превышать, то прозвучит звуковой сигнал на сотовом телефоне, который работает в диапазоне, сколько достает Bluetooth. И запищит сам пульт. И второй щуп показывает температуру внутри. Здесь уставка выставлена на 71 градус. Параллельно можно еще и посмотреть результат. То есть вот мясо загружено в печку. И видно, как набирается температура. То есть если данная кривая начнет становиться плавнее, то значит в печке стала низкая влажность. Необходимо либо добавить горячей воды, потому что без нее прогреть мясо при температуре 80 градусов до 70 очень сложно. Ладно, процесс пока идет. Так, с увидом все произошло очень быстро. То есть за час температура в мясе 71 градус. При температуре 75. Прибор я вытащил. Сейчас буду вытаскивать куски. Нетерпением попробовать мясо. Ему, конечно, нужно же остыть. Но хочется посмотреть, что получилось. Извините. Глаза на камеру я закатывать не буду. Но мясо вкусное. Так, по соли самое то. Да, хорошо. Глаза на камеру. Сейчас попробуем его. Сразу видно, что мясо по суше. А от Сувида было очень много сока внутри. Здесь как бы не так. Вкус, в принципе, тот же самый. Даже может быть как-то поинтереснее. Но во рту мясо после Сувида намного нежнее. Здесь как бы все равно в печке происходит осушивание продукта. Ладно, все буду это убирать. Спасибо всем, кто посмотрел. Пишите ваши комментарии. Будет интересно почитать. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok